Это программа «День с толком» в студии Анастасия Дороган. В предновогоднем выпуске мы начнем подводить итоги уходящего года. Но для начала важная новость сегодняшнего дня. Для Барнаунца заработала горячая линия по вопросам ЖКХ, куда обращаться за разъяснениями по оплате. Общественный транспорт, нехватка врачей с одной стороны, несправедливая оплата труда медиков с другой. Какие проблемы обострились в 2022-м? Проблему приняли, проблему решили. В конце года наша редакция подвела итоги добрых дел. По вопросам оплаты услуг ЖКХ заработали горячие линии в Барнауле. По ним горожане смогут получить разъяснения по поводу начисленных сумм. Для этого нужно обращаться в госинспекцию региона, отправить туда копии квитанции за несколько месяцев почтой или прийти по адресу проспект Ленина, 7. Дать разъяснения специалисты должны в течение 30 дней. Также получить консультацию можно в Управлении региона по госрегулированию цены тарифов, в вычислительном центре ЖКХ города и обратиться в администрацию района по месту проживания. Напомним, платежки за декабрь по новым тарифам неприятно удивили горожан. С их слов, у некоторых сумма выросла почти в два раза. Между тем, предельный рост тарифов для краевой столицы установлен на уровне 14,7%. Не исключено, что еще более шокирующими для людей будут январские платежки. В декабре счета закрывают раньше, поэтому в январский период начисления попадут последние 5-7 дней декабря. А теперь об уходящем 22-м. Этот год был непростым для всех россиян, в том числе и для жителей нашего региона. Еще во время разгула ковида обнажились многие проблемы социально-экономической сферы края. А уже в этом году некоторые из них стали особенно острыми. Так что же больше всего волновало жителей в уходящем 22-м и какие проблемы они бы с удовольствием оставили в прошлом в нашем сюжете. Эти кадры наша съемочная группа снимала в самом конце года, в декабре, именно к зиме. Проблема с общественным транспортом в Барнауле достигла своего пика. 50-й, 58-й. Полный? Всегда полный. Я втиснулся один раз, наверное, дня два назад чуть-чуть руку не сломали. Дорожная обстановка в городе обострилась еще летом, сразу после закрытия моста на новом рынке. И даже несмотря на то, что под автобусы выделили отдельную полосу, к осени стало понятно, подвижного состава не хватает. Особенно автобусов большой вместимости. Из-за низкой зарплаты не хватает и водителей, а также кондукторов. Проблему кадрового голода решить пытаются, но, судя по всему, пока безуспешно. Хотя есть и положительные моменты. Администрация города уже в новом году планирует закупить 18 новых автобусов. Экономические санкции обострили проблему кадрового голода. Особенно остро она стоит в медицине региона. В поликлиниках не хватает терапевтов и узких специалистов. Многие врачи и медсестры уходят из государственных медучреждений из-за низких зарплат. Одним из поводов для увольнения в декабре этого года могло стать и сокращение льготных отпусков. Коллективное обращение против ущемления социальных гарантий подписали почти семь сотен сотрудников медучреждений. Не совсем справедливо. С одной стороны, государство говорит, что надо увеличивать количество врачей. Как-то пытается это сделать. А с другой стороны, своими действиями, наоборот, отталкивает людей от этого. У меня два человека уволились, уволились из отделения, перешли работать в коммерческие структуры, тоже медицинские. Получают примерно столько же, если не больше, но гораздо проще им это обходится. Массово увольняются и работники скорой помощи города Рубцовска. Говорят, работают на износ, а зарабатывают копейки. Я нашла свои расчетки за 2018 год. Было 40-45 тысяч. В этом году я работаю на те же две ставки, но зарплата у меня едва ли дотягивает до 30. Соответственно, моя зарплата по сравнению с 2018 годом уменьшилась практически на 15 тысяч. Чтобы обеспечить себе хоть какую-то более-менее достойную жизнь, мы вынуждены забросить семьи. Мы работаем здесь сутки через сутки. Дети без родителей, по сути, растут. Ну и мы здесь, по большому счету, умираем. Как стало известно, к Новому году сотрудникам скорой пообещали бонус в виде премии. А в некоторых медучреждениях льготные отпуска решено оставить в прежнем размере. Подарок, в кавычках, преподнесла жителям края к концу Нового года сфера жилищно-коммунального хозяйства. Еще в ноябре стало известно, что тарифы вырастут второй раз за год. Причем, если в целом по России общая сумма в платежке должна была увеличиться на 9%, то в крупных городах Края, Бийске и Барнауле процент еще выше. Соответственно, 11 и почти 15%. Много это. Конечно, это неправильно. Куда хватают-то? Где-то миллиардеры богатеют, поэтому от этого. У них-то сумма увеличивается, по-моему. Многие барнаульцы уже получили первые декабрьские квитанции и сообщают в соцсетях, что цифры, по их мнению, значительно превышают предельно допустимый рост в 15%. Татьяна Голубева, День с толком. В течение 2022-го на уровне Края вступили в силу 124 закона. Это на порядок больше, чем в прошлые годы. И среди принятых законопроектов есть такие, которые вызвали большой общественный резонанс. О них подробнее далее. Пожалуй, самый обсуждаемый закон этого года о судьбе бездомных собак. После многих лет обсуждений проблемы на разных уровнях и опираясь на итоги опроса в соцсетях, краевые депутаты одобрили эвтаназию беспризорных собак. Получается, главный метод – это отлов, стерилизация, вакцинация и выпуск в ту сферу обитания. Откуда мы ее изъяли. Результата положительного не дал. Почему? Поголовье, к сожалению. Ведь стерилизация предусматривает, так сказать, снижение поголовья. К сожалению, значит, поголовье не уменьшается. Усыплять, как заверяют депутаты, будут не всех беспризорных собак, а лишь агрессивных. Степень собачьей злобы должны определять ветеринары, зоопсихологи и кинологи. И вот тут, считают скептики закона, может возникнуть неразбериха. Что значит немотивированная агрессия? Какими тестами ее определять? Понимаете, вот это английский тест, где там надо собаке руку на резинке сувать. Ну, собака, простите, она не дура, она понимает, что это рука-то не человека, а рука резиновая. Ну, то есть, все это до того, ну, как бы не проработано. Поэтому даже сами депутаты говорят о том, что фактически будут признаны агрессивными все поголовные, мы просто всех поусыпляем, дайте лишь нам лазейку. К концу года проблема бродячих собак, которые не только пугают, но и нападают на людей, достигла пика. Яровое, Славгород, там регулярно жалуются на стаи псов. Действующие приюты для животных с нагрузкой не справляются, а строить новую за 25 миллионов рублей, а потом еще и содержать их, возможности бюджетов не позволяют. Другая принятая инициатива о выделении большей части льготников дополнительных денежных средств. По новому закону детей с орфанными, то есть очень редкими видами заболеваний, среди них спинально-мышечная атрофия, болезнь Нимана-Пика, наследственный ангионевротический отек, будут лечить на средства федерального бюджета. И это большой плюс для региона, поскольку на лечение таких болезней требуются огромные суммы. Теперь же высвободившиеся средства в крае могут направить на других льготников. Около полумиллиарда рублей, но если не будет данного решения, то эта сумма будет возрастать в геометрической прогрессии. Ну, не геометрической, а где-то на соте. То есть лечение таких пациентов от миллиона до ста миллионов рублей. Их у нас около 300 взрослых. Недработники стали чуть более защищенными. Теперь они могут бесплатно воспользоваться юридическими услугами, если дело касается защиты чести, достоинства и деловой репутации. Всего в Алтайском крае правом на бесплатную помощь юриста обладает 800 тысяч человек. Медиков из них 32 тысячи. В профильном комитете подчеркнули, что пока в регионе эта возможность используется редко. У нас установлена сумма определенная на оказание бесплатной юридической помощи. Это около миллиона рублей 800 тысяч. У нас использовано 339 тысяч. Я могу, коллеги, ошибиться по конкретной цифре. И еще один долгожданный для родителей края закон. Детские аттракционы, наконец, попали в правовое поле. В опережении федеральных коллег депутаты края приняли закон о батутах, каруселях и прочих местах отдыха и определили ответственность за травмирование детей. С 2023 года за безопасность веревочных парков, каруселей и батутов будет отвечать инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин. Ее специалисты будут проверять исправность конструкции и, если нужно, выписывать предписания, чтобы дети не становились инвалидами из-за чьей-то халатности. Анастасия Драган. День с толком. А в залах судебных заседаний края в этом году было шумно. Многие из уголовных дел прогремели на всю страну. О самых обсуждаемых судебных процессах расскажет Ирина Корчагина. Эта история потрясла всю страну. В ноябре прошлого года в Тольменском районе учительница Анна Диринг решила подвезти детей из школы до дома. Женщина выехала на пути, когда уже загорелся запрещающий сигнал. Столкновения избежать не удалось. Трое детей погибли на месте. Суд приговорил женщину к пяти годам и шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии, но учительница посчитала приговор слишком суровым и безуспешно пыталась обжаловать его в краевом суде. Уже будет год, как их нет. Она нас в покое не может оставить. Она забрала покой и здоровье всей семьи. Ни одной семьи, трех семей. В марте Центральный районный суд Барнаула назначил шесть лет лишения свободы в колонии строгого режима Михаилу Старцеву. Его обвиняли в смертельной драке на Старом базаре. Также в марте решилась судьба Кучуксульфата. Суд оставил без изменений решение о деприватизации предприятия. Генпрокуратура настаивала на возврате государству акций Кучуксульфата из-за нарушений при приватизации предприятия в 90-х годах. А это уже другое резонансное дело. Родители пострадавших детей, которые посещали детский сад Хэппи Бэйби, могут праздновать небольшую победу. В ноябре этого года в Кемерове суд касационной инстанции вернул приговор в апелляцию, то есть в Алтайский краевой суд. Напомним, воспитательницы Хэппи Бэйби прославились на всю страну своей жестокостью. Они били, толкали и душили подушками детей, которые едва научились ходить. Камеры видеонаблюдения зафиксировали более 300 эпизодов издевательства. Центральный районный суд приговорил воспитательниц и заведующую к условным срокам. Следующее заседание назначено на январь, так что женщины еще могут получить реальное наказание. Мы не можем быть уверенными в том, что такие люди не совершат вновь преступления в отношении детей. Мы не можем быть уверены в том, что они не опасны для общества. Последний громкий процесс уходящего года состоялся в Новоалтайске. Девушка, которая тщательно скрывает свое лицо, Дарья Волокитина. В октябре прошлого года девушка сбила фельдшера на трассе Барнаул-Новосибирск. В этот момент медик оказывал помощь пострадавшим в аварии. Волокитина ехала в машине своего приятеля, у которого даже не было водительских прав. В какой-то момент девушка сама села за руль и, буквально проехав 800 метров, сбила фельдшера, не справившись с управлением. 23 декабря суд приговорил девушку к трём годам лишения свободы в колонии-поселении. Облегчения, знаете, никакого нет. Потому что мы хотели хотя бы услышать последний её момент, действительно её раскаяние. Раскаяние не прозвучало. Ирина Корчагина, День с толком. В этом году в нашем эфире было достаточно и добрых историй, которые буквально растопили сердца. Подводя итоги года, мы решили напомнить о самых благородных и трогательных поступках жителей края и его столицы. Сразу после сентябрьской мобилизации в крае развернулась масштабная работа волонтёров. Десятки общественных организаций и обычные жители начали объединяться, собирать, покупать и шить вещи для бойцов. У меня нет никого мобилизованного. То есть, казалось бы, это не моя беда, это не моё событие, что меня кто-то забрали. Но я не могу оставаться безучастной. С утра до позднего вечера неравнодушные несли коробки и пакеты с вещами. И даже после появления информации о том, что всем необходимым мобилизованы и обеспечены, благотворители продолжили и помогают до сих пор. Как говорят, лишним не будет. Один вынес девочку из пожара, двое других юных жителей края спасли утопающих. За проявленное мужество в ноябре подростки получили награды. К примеру, Саша из Миногорска летом бросился на помощь тонущей пятилетней девочке. Я заметил девочку, как из-под неё круг улетел. Подплыл к ней сзади, обхватил её, чтобы она сильно не тонула. Круг плыл в мою сторону ещё, с которого она улетела. Я схватил её за руку, закинул на этот круг. Дальше заставил её до берега, где нас встретили. Во время этого она мне ещё сказала, не отпускай меня. Тимофей из Барнаула тоже спас тонущую девочку, а 15-летний Илья из села Староалейского вынес девочку из горящего дома. Свяжут ли в будущем ребята свою профессию со спасением людей, пока неизвестно. Но своими поступками они уже доказали, что всегда готовы прийти на помощь. А вот барнаулец Геннадий Долгополов не спасает жизни, но добрые дела совершает регулярно. Уже 15 лет он сажает деревья и ухаживает за ними в Мизюлинской роще. Честно говоря, я ему удивляюсь. Это самый удивительный на моей истории человек, который 12 лет высаживает вот здесь деревья. Находятся люди, которые это ломают, а он упорно продолжает это всё равно высаживать. Сколько деревьев благодаря Геннадию выросли в роще, уже и не сосчитать. Да он и не пытался. Хочет только, чтобы люди были добрее и не губили зелёные насаждения, не ломали скамейки, а исключительно наслаждались природой и благоустраивали рощи в любое время года. А эта история уж точно растопила много сердец. Корреспондент нашего канала с супругой спасли пса, которого из-за серьёзного недуга должны были усыпить. Джек красил бруки, глухой с рождения, и усыпить его хотели несколько раз. Но в семье Дроздовых решили, что это совсем не слабость собаки, а её фишка. Он не лает, он не слышит, что лают другие собаки, он на них не реагирует. То есть мы идём по улице, и он не видит, например, собаку сбоку, и она на него лает, что ты типа давай поиграть, а он идёт такой спокойно, мы говорим, да у нас воспитанный пёс, поэтому он не реагирует на всякую мелочь. Семья счастлива, что у них теперь живёт такой пёс, и бруки отвечает им взаимностью. Благодаря неравнодушным выжил и барнаульский кот, которым отрубили передние лапы и бросили умирать на морозе. Волонтёры мечтали поставить в Алабе, что называется, на ноги. И вот спустя полгода и помощи неравнодушных в 200 тысяч рублей летом коту установили протезы в Новосибирской клинике. Когда протезы срастутся с костями и кожей, в Алабе сможет жить, как полноценный кот. Татьяна Голубева, День с толком. Коллектив нашей редакции, конечно, тоже старался помогать жителям края в решении их проблем. И нередко нам это сделать удавалось. Об этом, а также о других достижениях телеканала «Толк» в следующем сюжете. Всё, она практически пустая. И пчёл нету. Вы видите, что семья отошла полностью. Массовая гибель пчёл – почти 100 тысяч просмотров. Рост тарифов ЖКХ – около 30 тысяч. Мобилизация в регионе – больше 20. Низкие зарплаты врачей и скорой помощи – 15 тысяч. Топ самых просматриваемых репортаж на Ютьюбе за 2022. А тема с массовой гибелью пчёл и того больше пошла в народ. Борьбой с опасными пестицидами, из-за которых гибнут осекомые, озадачились на федеральном уровне. А не так давно пчеловоды края на свои деньги в центре Барнаула установили баннер напоминания о важности пчелы для всей экосистемы планеты. Полторы тысячи новостных сюжетов за год о тенденциях, проблемах, судьбах. Нам приятно, что своей работой мы смогли помочь многим нашим землякам. Так, после репортажа про частный рубцовский интернат для престарелых, где постояльцев морили голодом и содержали в антисанитарии, глава федерального следкома Александр Бастрыкин поручил разобраться в деле. В результате Алтайский краевой суд отменил оправдательный приговор организаторам приюта. Я этот мир просто давно не понимала. И когда оказалась в такой ситуации, думаю, боже мой, как же так? Я не могу двигаться, ничего, мне кричат по телефону, вам не нужна сиделка. После недавнего сюжета об одинокой барнаульской пенсионерке бабушку определили в интернат. Накануне отъезда в пансионат нам удалось встретиться с ней. В канун Нового года она пожелала людям следующее. Я желаю всем людям, чтобы они были неравнодушны, были добры, особенно к инвалидам. После обнародования проблемы к катастрофически низких зарплат у рубцовских фельдшеров скорой помощи медикам выделили новогоднюю премию. Это, конечно, не повышение заработной платы, но тоже приятно. Наш телеканал причастен к возвращению льготных отпусков медицинскому персоналу. От лица всех медицинских работников Алтайского края благодарю коллектив журналистов Толк за то, что оказали помощь в ситуации с отпускаем медицинских работников. Большое спасибо тем руководителям медицинских организаций, которые уже вернули отпуска своим сотрудникам. Благодаря острому слову наших журналистов, сироты из Новоалтайска получили ключи от квартиры. На этот раз без коммунальных дефектов. Семья живет и воспитывает ребенка в нормальных человеческих условиях. Если бы не средства массовой информации и государственную структуру, то мы бы не справились с этой проблемой. Вообще, когда вышел ваш эфир первый, то есть придалось огласке, уже, соответственно, не среагирует никто. Ну, начали все звонить уже. В этом году наши корреспонденты стали лауреатами и победителями престижных конкурсов. Так, шеф-редактор Елена Макаренко стала победителем конкурса журналистского мастерства «Сибирь.Про». Ее специальный репортаж про детскую онкологию признан лучшим в номинации «Медицина». Кстати, всего на конкурс было подано почти тысяча заявок от журналистов со всей Сибири. Признание профессиональных заслуг – это, конечно, всегда приятно. С одной стороны, ты понимаешь, что тебе удалось донести что-то важное до зрителей. Ну и, конечно же, это стимул для каких-то новых совершений. В конце этого года наш телеканал попал в топ-25 сайтов региональных ТВ. По числу посещений за июль мы расположились на восьмой строчке. По количеству уникальных посетителей даже выше на восьмой – это отрадно. Но, как говорится, нет предела совершенству. И к этому мы будем, конечно, стремиться. Валентина Аскерова. День с толком. Куда без достижений в спорте. И хотя в целом 2022-й выдался тяжелым для этой сферы, спортсменов не допускали до многих международных соревнований, нашему региону все же есть чем похвастать. Один из самых ярких моментов – восьмое место алтайского конькобежца Виктора Муштакова на тяжелейшей пандемии на Олимпиаде в Пекине. На дистанции в тысячу метров он установил личный рекорд и обошел несколько десятков спортсменов. 2022-й прошел под знаком Года культурного наследия народов России. За это время в культуре нашего края случилось немало ярких событий. Тематические музейные выставки, масштабные экспериментальные постановки в театрах, творческие фестивали. О марафоне самых запоминающихся и красочных мероприятий. Особо плодотворным выдался год для краевого театра драмы. Он шагнул во второе столетие, отметив 101-й день рождения. В честь этого артисты заложили капсулу времени сроком на 10 лет. Кастрольный график тоже был насыщенным. Театр трижды принимал на своей сцене коллег из разных уголков страны. Самым мощным впечатлением стали четыре показа грандиозного пятичасового спектакля «Война и мир» Московского театра имени Вахтангова в постановке Рима Сатуменаса. Нам сто лет, вашему театру сто лет. Вот так, собственно, и связалась наша дружба с Алтаем и с театром Шукшина. Плодотворным выдался год и у молодежного театра. Он представил первый инклюзивный спектакль, адаптированный для незрячих и слабовидящих. Благодаря победе театра в грантовом конкурсе ему выделили средства на спецоборудование, аудиопередатчики для тифлокомментирования. С их помощью незрячие люди услышат описание того, что происходит на сцене, вплоть до жестов и деталей костюмов. Шатен среднего роста, с густыми усами и короткой бородой. На мужчине темный деловой костюм, белая рубашка с галстуком, в руке портфель. В 22-м изменилась жизнь барнаульского планетария. Кстати, одного из самых старейших в России. Он обрел новый дом в здании бывшего кинотеатра «Родина». Под обновленным куполом с 3D-объемным изображением можно наблюдать полярное сияние, движение астероида и небесные объекты в режиме реального времени. Это такой образовательный процесс, завязанный вокруг планетария всего края. Я думаю, что будут организованы экскурсии. Дети с наших районов и других городов будут сюда приезжать. В музыкальном плане год тоже удачен. В Барнауле впервые прошел международный конкурс певческого мастерства имени Тарнецкого. Более полутора тысяч участников пели хором, сольно, акапелло, как на сцене Краевого института культуры, так и онлайн. Коллективы из Швейцарии, Белоруссии, Узбекистана и всей России. Год культурного наследия народов России замкнула выставка «Наследники традиции» в художественном музее Края. Произведения народного искусства в традиционных техниках ремесел от современных мастеров всего региона. Яркие рушники, уралосибирская роспись, изысканная береста и другие элементы нашей культуры. Таким красочным и запоминающимся выдался культурный год нашего края. Субтитры создавал DimaTorzok